Записка. Виктор Галявкин. Младший сын Петра Петровича укусил собаку. Он пошел с мамой в магазин. Мама подошла к прилавку, а его отпустила. А около двери сидела собака. Она ждала хозяина. Младший сын Петра Петровича подошел к собаке и укусил ее. Собака страшно завизжала, а малыш испугался и заплакал. Ангелина Петровна закричала. Уберите собаку. Она укусила моего сына. В это время какой-то дядька говорит. Ничего подобного. Собака не трогала вашего сына. Она спокойно сидела. Она никого не трогала. Я видел. Ваш сын подошел и укусил ее. Все стали говорить, что не может быть, чтобы такой маленький ребенок укусил такую большую собаку. А тот дядька говорит. Вы мне не верите? Ах, значит вы мне не верите? Смотрите, как он это сделал. Он подошел к собаке. Я же видел граждане. Он подошел к ней вот так. И дядька хотел показать, как младший сын Петра Петровича подошел к собаке. В это время испуганная собака подумала, что с ней хотят что-то сделать. И она, недолго думая, укусила этого дядьку за нос. Дядька страшно заорал. А хозяин собаки говорит. Зачем вы лезли к собаке? Скажите, зачем вы к ней лезли? Она вас трогала? Не трогала. Зачем вы к ней лезли? Все это Петр Петрович нам рассказывал. И мы смеялись. Петр Петрович всегда очень смешно рассказывал. Если мы возьмем Х, говорит Мария Николаевна, если мы возьмем Х, я смотрю на доску. Совсем не вовремя мне эта история вспомнилась. В это время рядом со мной записка упала. Когда Мария Николаевна отвернулась, я прочел. Ты не думай, что я на тебя обижаюсь. Я на тебя совсем не обижаюсь. Я завтра с отцом и матерью уезжаю. И буду учиться в другой школе. Совсем в другом городе. Я на тебя никогда не обижалась. Если бы моего отца в другой город не переводили, я никогда бы ни за что не уехала. Тася. 2450 на 1448. Я ничего не слышу. Получается 3898. Деленое. Получается. Прибавляя. И так. Отнимаем. Я ничего не слышу. Смотрит на меня Кафаров. Звенит звонок. Я подхожу к Тася. Уезжаешь? Спрашиваю я тихо. Уезжаю, говорит она. Насовсем? Насовсем. И улыбается. Как будто это хорошо, что она насовсем уезжает. Но уезжай, говорю. Совсем ведь другое хотел сказать. Она постояла. Посмотрела на меня. А потом повернулась и пошла быстро. Я вслед ей крикнул. Это хорошо, что ты на меня не обижаешься. Но она уже, наверное, меня не слышала. Я хотел побежать за ней. А потом не побежал.